Аллилуйя. Сидайте, будь ласка. Дякую музыкантам, группа прославлення. Дякую вам. Мы сегодня вновь собрались в храме, на котором наречено имя Бога Всемогущего. Мы продолжаем с вами слушать проповеди на тему освящения. Мы продолжаем с вами освящаться. На прошлой неделе брат Константин проповедовал на эту тему. Я сегодня продолжу. И в начале проповеди хочу сказать, что невозможно освящение без первого шага в освящении. Это первый шаг, который, я считаю, необходимо сделать человеку – это покаяние. И сегодняшняя проповедь так и будет называться покаяние. Знаете, за 24 года посещения церкви неоднократно встречался с людьми, которые почему-то уверены в том, вот как и брат Костя проповедовал на том тыжне, что покаянию достаточно один раз. Что ты покаялся, и ты прощен Богом до конца своих дней. Что Бог обязан тебя спасти, потому что ты уже покаялся. Но дело в том, что Новый Завет и вся Библия многократно и многообразно говорит всем нам, что покаяние – это процесс. Что покаяние – это ежедневный процесс нашего с вами очищения и освящения, освобождения. Без покаяния нам вообще очень сложно будет войти в Царство Небесное. Скажите честно, кто на той неделе, на тому тыжне ни разу не согрешил? Поднимите руку. Те, кто абсолютно уверен в том, что за тыждень ты ни разу не согрешил. О, грешники, все, я пошел. Дорогие мои братья и сестры, вы абсолютно правы. Для того, чтобы с таким дерзновением вознести свои руки к небесам и сказать, что я не согрешил даже сегодня, надо иметь серьезнейшее дерзновение к Богу, надо иметь откровение. Мы все очень много и очень часто по-разному согрешаем. И всякий, сделанный человеком грех, нуждается в прощении. А прощение мы с вами можем получить лишь покаявшись за этот грех перед Богом. Сегодняшняя тема, еще раз повторюсь, называется «Покаяние». И умоляю вас, отнеситесь к ней очень серьезно. Те, кто только начал ходить в церковь и посещать собрания, и те, кто ходит уже давным-давно в церковь, это слово касаться будет сегодня всех. Всех без исключения. Изучая Новый Завет, мы с вами видим, что Иисус, Господь и Спаситель мира, делает особое ударение на покаяние. Он делает особенный акцент на покаяние человеков. И начну я сегодня, читать мы будем сегодня много, потому что все, что буду говорить, я хочу донести вам через Слово Божье. Итак, красивый рисунок. Скажу сразу, не я рисовал, нет. Итак, первое, что мы будем сегодня читать, Луки 13 глава, с первого стиха. Я буду читать Российскую Библию, вы можете читать Украинскую, сенс от этого не изменится. Буду специально, ну не специально, читать буду с Российской, потому что мне не хочется вызывать сегодня никаких улыбок. Я хочу сегодня тему донести очень серьезную, и по-серьезному. Поэтому вы можете читать из перевода любого. Здесь на экране вы бачите и украинский текст, а я ж буду российскую. В это время пришли некоторые и рассказали ему, то есть Иисусу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Остановлюсь, небольшая ремарочка. Галилеяне, жители области Галилейской, откуда и сам Христос, приносили жертву. И служителя Ирода за что-то убили этих людей, которые приносили жертву. И получилось так, что кровь жертвенная, то есть овец или кого они приносили жертву, смешалась с кровью людей. Это мерзость. Для израильтян, поклоняющихся Богу, это вообще немыслимо. Это что-то страшнейшее. И вот они спрашивают у Иисуса. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так погибнете. Иисус Христос 2000 лет назад израильтянам говорит какие-то непонятные вещи. Это мы сегодня с вами привыкли к смерти. Мы порою даже не обращаем внимания, что в новостях нам рассказывают, завалилась девятиэтажка, в ней было множество людей, попала в нее ракета. Мы привыкли к музыке похоронной. Каждый день практически в Василькове хоронят воина. Мы привыкли, и наши сердца, к сожалению, да простит нас за это Господь, становятся черствыми. Мы привыкли к смерти. Мы привыкли к крови. Мы привыкли к тому, что вокруг нас происходят вот эти вот ужасные вещи. Но в Израиле в то время это было ЧП. Это было нечто необъяснимое, непонятное для израильтян, и они Христу задают вопрос. А Христос им отвечает. Слушайте, вы думаете, что погибли самые грешные люди? Они были самыми грешными. Нет, говорю вам. Но если вы не покаетесь, если вы не попросите у Бога прощения за свои грехи, вы все так умрете, говорит Христос. Что, на нас, на всех упадет башня? Или всех нас во время жертвоприношения поубивают? Нет. Вы все для Бога будете мертвы. Вы умрете, и неважно, какую смертью, и неважно, сколько людей придет к тебе на похороны. Если ты не покаешься, то ты для Бога мертвец. Ты умрешь смертью, на которую ты не заслуживал. Это не для тебя такая участь. Для тебя приготовлена совершенно другая, благословенная Богом жизнь. Если не покаетесь, все так умрете. Покайся или погибнешь. Пункт номер один, который сегодня мы будем себе конспектировать. Пункт номер один. Покайся или погибнешь. Чтобы вам легче было запоминать это. Покайся или погибнешь. Господь говорит, выбор только за тобой. Покайся или погибнешь. Вы вообще понимаете серьезность этого предложения? Бог это не проповедник, это Бог говорит всем людям. Покайся или погибнешь. Выбор за тобой. И обратите внимание, не нашлось среди нас ни одного, кто вскинул бы свою руку к небесам и сказал небесам, я не согрешил на том тыжне. Не нашлось. Покайся или погибнешь. Читаем дальше. 13 глава Луки 6-9 стих. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она им место занимает? Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Если дерево приносит плод, пусть живет. если дерево не приносит плода, то на что оно и землю занимает? Я хочу вам сказать, что эта притча не про дерево, не про инжир, не про смоковницу. Эта притча о нас с вами. Господь, как некоторые думают, не видит, что мы делаем зло. Он смирился с этим и принимает нас такими, какие мы есть. Говоря, дети мои, я все понимаю. Продолжайте так жить, но все же, все же. Но притча это о том, что Бог долго терпит нас для того, чтобы мы с вами имели шанс покаяться. Он дарует нам время, он терпит нас, как тут написано за смоковницу три года. Как правило, дерево плодоносит после посадки хорошей, хотя бы хоть что-то дает через три года. У меня есть абрикоса, которая за три года выкинула первый цветочек. Я смотрю на нее и думаю, принести топор, положить? Пожалею. Хоть я и обкопал, и обложил ее, и чуть ли не целую ее в ствол каждый день, но один цветочек. Подожду, посмотрю, о дереве или печется Бог. Нет, она с вами. И говорит, ты продолжаешь жить в грехе, и ты живешь, и деньги у тебя есть, и здоровье у тебя пока имеется, и семья твоя еще цела, но знаешь ли ты, несовершенный человек, что я даю тебе шанс и время? Не одумаешься ли ты? Не покаешься ли ты? Я обеспечил тебя всем, я обложил тебя, как тут написано навозом, я даю тебе все благословения, чтобы ты мог нормально жить. Одумайся, покайся, принеси достойный плод. Мы прочтем еще одно место из Библии, Матфея, 3 глава, 1-й, 10-й стих, Матфея 3, 1-10. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исайя, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса, пояс кожаный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и все окрестности Иорданские выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение Иехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубрают и бросают в огонь. Казалось бы, хорошее дерево, но Богу не нужны религиозные листья. Вы же в саду у себя не садите елку и не ожидаете от нее, изумительных яблок или абрикосов или персиков. Посадив елку, ты можешь получить в лучшем случае только шишки. Но когда ты садишь хорошее дерево, ты вправе ожидать от него достойного плода. Ты делаешь все, чтобы оно принесло тебе. Тебе не нужны эти листья. Плоды покаяния. Господь смотрит на эти плоды. Это любовь, прощение, щедрость, милость. Можно продолжать бесконечно. Задумайтесь над тем, что сегодня говорит Господь. Второй пункт. Свидетельство нашего покаяния наше действие. Свидетельство нашего покаяния наше вчинке. Что такое покаяние? Запишите себе. Настоящее покаяние, оно как бы и состоит из двух частей. Это решение воли человека изменить свою жизнь от чего-то освободившись, что-то бросив, оставив. И второе, первое решение, второе действие. Первое решение, второе действие. Мы часто видим, к сожалению, в своей жизни только решение. Вспоминая свою жизнь до церкви, я вспоминаю свои обещания самому себе, а иногда и своей жене, что с понедельника с нового года, со следующего недели, со следующего года я что-то перестану делать злое, плохое, вредящее мне и окружающим меня людям. Я изменюсь, я стану другим. Решение хорошее, само по себе да. Но к этому решению, к этому покаянию нужно было ножички приделать, нужно было взять и сделать. Так нет же сделать сложнее, чем сказать. Как знаете, сейчас молодежь говорит, пацан обещал, пацан сделал, а если не сделал, то снова сказал. Как легко говорить и как легко разбрасываться своими решениями, но нужно принимать решения и действовать, и действовать. мы верующие люди, посещая неоднократно какие-либо семинары, библейские школы, наставничество, будучи там, на наставничестве третьем, на семинаре, точно, вот как возьму, как сделаю, как решу, как пойду, как начну проповедовать, закончился семинар, закончилось наставничество, а воз и ныне там. С нами неоднократно в рабочих своих каких-то моментах сталкиваем, мы сталкиваемся с людьми, которые говорят, как брошу пить, да как пойду на работу, да как заработаю себе на Мерседеса, все узнают, какой я, но как пил, так и пьет, как не ходил никуда на работу, так и не ходит. Решение хорошее, действия нет. Все мы нуждаемся в покаянии. У Исаия в 53 главе написано, все мы блуждали, как овцы. Каждый совратился на свою дорогу. Каждый жил так, как хочет. И Бог возложил наши грехи на Иисуса Христа. Мы живем, как мы хотим. При этом желаем получать от Бога благословения больше, больше и больше, не желая меняться внутри, не желая делать того, что говорит нам Господь. Вы понимаете? Я всегда спрашиваю у людей на наставничестве. Хотели ли бы вы, чтобы Бог обращался с вами так, как вы обращаетесь с Ним? Чтобы Бог отвечал вам так, как вы говорите Богу? Или как вы поняли суть? Я думаю, что большинство из нас скажут нет, я хотел бы по-другому. Значит, нужно менять свои взаимоотношения с Богом. Основная проблема или грех человечества восстание против Бога, бунт против Него, желание жить так, как ты захотел, так, как я хочу. Вот так пусть и будет. Отсюда рождается колдовство, оккультизм. Отсюда, кстати, берет свои корни вот эта вот проблема современного мира. Хочу сегодня, сейчас и много. Я хочу и мне все равно как. Вот эти вот поговорки, которые просто как крылатые фразы стали уже в мире. Не учите меня жить, помогите материально. Ну, ведь это выражение сущности людей. Мы не хотим меняться, но мы хотим, чтобы у нас все было. в притчах в 14 главе в 12 стихе написано «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». Человек уверен, что идет правильным путем, и кто ему может подсказать, как не Бог, что этот путь ведет его в смерть? Кто, как не Слово Божье, кто, как не Иисус Христос Духом Святым, может направить нас на истинный путь и показать нам нашу проблему? У Бога всегда были проблемы, основные проблемы с религиозными людьми. Кто из вас прочел Новый Завет? Хоть раз, полностью, от начала до конца? Вы должны были заметить, что у Иисуса Христа основные проблемы в Его земном служении всегда были с религиозниками. Те, которые считают, что они служат Богу, на самом деле гробы окрашенные, и те, которые считают себя приближенными к Богу, на самом деле настолько отдалены от Него, от Творца, что даже не видят пути, которому им нужно двигаться, и ведут за собой тысячи людей. Когда Баба Сара возле подъезда, сидящая на лавке, рассказывает мне, что Богу нужно служить так, так и так, а сама ни разу в церкви не была, так что ж ты знаешь, бабуля, о чем ты говоришь со мной и чему ты можешь меня научить, но человек уверен, что он идет за Богом, человек уверен, что он живет правильной, праведной жизнью. для истинного покаяния всегда нужны действия. Лука, третья глава, Лука, третья глава, третья глава Луки, 10-14 стихи. И спрашивал его народ, что нам делать? Он сказал им в ответ, это когда Иоанн крестил людей в реке Иордан, то люди, вышедшие из воды, получившие крещение, то есть они обещали, они крестились в оставлении грехов, то выходя из воды они спрашивают, что нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, то дай неимущему, у кого есть пища, делай тоже. Пришли и мытари, то есть налоговые инспекторы, креститься и спрашивали, и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Внешнее покаяние, то есть внешность покаяния, это наши с вами особенные действия, это наши измененные дела, потому что ты можешь всем говорить, что ты ходишь в церковь, и ты почти святой, но дела твои говорят обратное. Люди никогда не будут слушать тебя только, они всегда будут сравнивать, что ты сказал, с тем, что ты сделал. Это совершенно противоположные вещи могут быть, слова и дела, как говорит один наш товарищ, что говорить, как жить и так жить, это не одно и то же. Поэтому следите за собою, будьте бдительны, потому что за вами бдят. А посему, если ты в чем-то решил измениться, покаяться, то задумайся, каковы твои действия. Внешнее свидетельство покаяния особенные действия. Как часто Бог говорит нам, как я люблю это повторять, многогранно, многообразно, в чем нам нужно покаяться, от чего мне нужно освободиться. Поднимите руку, честно. Вот здесь Дух Святой, я в этом абсолютно уверен. Поднимите руку честно, кто знает, в чем ему нужно измениться, что нужно оставить, от чего нужно избавиться, с чем нужно продолжать бороться. Кто из вас знает это? А не Бог ли тебе это сказал? Не Бог ли тебе это говорит в твое сердце? Так говорит, как он это всегда делает, мягко, нежно. Ты осознаешь это? А вопрос, ты выступил на борьбу с этой проблемой? Ты стал с нею бороться, или это только и осталось добрым намерением? Бог многогранно говорит, кто из нас сегодня готов, приняв решение, принять и начать делать действия по отношению к тому, о чем Бог говорит тебе, измениться? Кто готов сегодня это сделать честно перед Богом? А если нет, то это напоминает религиозные листья. Я все понимаю, но тогда мне нужно бросить работу, иначе я не смогу там работать, там надо красть, там нужно обвешивать, там нужно делать то-то, ну, тогда мне нужно еще что-то сделать, тогда мне нужно что-то оставить, от чего-то освободиться, избавиться, выгонуть, ну, я пока что как бы и не готов, я выгнал 20 литров самогонки, ее же нужно реализовать, хотя Бог тебе много раз говорил, уничтожь этот самогонный аппарат, покайся и живи свободной жизнью. Одним из ярчайших примеров покаяния и следования за Богом, действия, знаете, ярчайшего действия, когда человек кается и принимает решение избавиться навсегда от всякого зла, знаете что, водное крещение, крещение, которое ты уже принял, ты осознан, почему в нашей церкви всегда готовят людей к крещению, нужно, чтобы ты понимал, что ты делаешь, кому и что ты обещаешь. И вот когда человек понимает, что он решил пообещать самому Творцу неба и земли, Богу богов, сущему во веки веков, вот тогда мы допускаем этого человека к крещению. Человек, приняв решение, осуществляет действие. Он говорит Богу, я тебе обещаю и иду за тобою до конца. Марка, первая глава, Марка, первая глава, с первого по четвертый стих. Слушайте внимательно, суть откровения, суть, ибо, епископ Филипп иногда говорит, ибо, смотрите, что написано, глава один, Евангелие от Марка, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Знаете, в чем откровение? Обратите внимание на те стихи. Сначала покаяние, а только потом приходит Иисус в твою жизнь. Начало Евангелия, мы всегда пробегаем вот эти пару слов, начало Евангелия, начало твоего спасения, начало прихода Христа в твою жизнь, это твое покаяние. Сначала ты покаешься, и только после этого приходит в твою жизнь Иисус Христос. Следуем дальше, Евангелие от Марка, 1 глава, 14 и 15 стихи. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Слушайте, друзья, откровение на откровении. Итак, сначала покаяние, и только после этого в твою жизнь придет вера в Евангелие. Вера после покаяния. Кто из вас пытался читать Библию до своего покаяния? Кто из вас понимал, что там написано? До покаяния ты открываешь Библию, смотришь в этот текст и понимаешь, что ты не академик. Закрываешь, и на этом твоё истинное хождение за Богом заканчивается. Но как только мы с вами покаялись перед Богом в своих грехах, мы стали получать откровение из Библии. Сначала покаяния, и только после этого вера в Евангелие. Вера, которая дарована нам Богом сверхъестественным образом. Когда ты начинаешь зачитываться Евангелие, оно пред тобой раскрывается, оно начинает с тобой говорить только лишь после твоего покаяния. Сначала покаяния, затем вера. Ох, братья и сестры, как быстро летит время. И так написано в Деяниях, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. А теперь понятным языком. Господь говорит, чтобы все мы покаялись, потому что скоро придет Христос, которого Бог воскресил из мертвых, и будет суд. Бог нас предупреждает. Он говорит, что ваша жизнь, с чего мы начинали проповедь, покайся или погибнешь. И Бог говорит, что скоро наступит день суда, судный день настает, когда придет Иисус, которого Бог воскресил из мертвых, которому дал всю власть на небе и земле, для того, чтобы судить этот мир. Уверовавший Христа на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Читали? ты можешь осуществить этот переход только лишь через покаяние другого пути. Нет. Без покаяния нет веры. Вера дар Божий. Мы можем получить веру только лишь тогда, когда покаемся. Итак, еще раз задаю вам один вопрос. Если тебе Бог сегодня скажет, в чем тебе нужно покаяться, каким будет твое решение? Каким будет твое решение? Ты готов умереть в своем упорстве? Ты готов умереть за свой стыд? Ты готов расстаться с Богом во веки веков только потому, что ты такой упрямый? Или может все-таки ты подумаешь, пока еще есть время служения, и ты примешь решение распрощаться со своими грехами, покаявшись перед Богом и начать менять свою жизнь? Знаете, третий пункт я назвал три греха, закрывающих грех, что закрывают наши очи. Ну, три греха, три греха, которые закрывают человеку глаза для покаяния. Нет, их, конечно, больше, но есть основные три, которые закрывают человеку глаза для покаяния. Есть грехи, которые людям не дают возможности покаяться. И мы сегодня коснемся их. Может быть, ты и проснешься услышав. Толкни брата. Ладно, не будем переходить на имена. Так интересно проповедуют, что люди аж засыпают. Честно сказать, мне страшно становится, когда говоришь на серьезные вещи с людьми, а они как бы пренебрегают. Знаете, что? Я хочу вам сказать о трех грехах. Первый грех это непрощение. Матфея, 18 глава, с 21 стиха. И больше того скажу, я бы в церкви брал людей на замечание за обиды и непрощение. Мы множество раз пытаемся людям донести на наставничество один, как опасно непрощение и обида. Но люди игнорируют. Люди считают, что раз нету в десяти заповедях, но ведь действительно нет в десяти заповедях заповеди не обидься или не обижайся. Правда? Нету. И люди как бы относятся к ним несерьезно, к этим своим обидам и непрощениям. Но Матфея, 18 глава, тогда Петр приступил к нему, к Иисусу и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Представляете, Петру даже было сложно брата своего семь раз прощать? Потому что он в негодовании спрашивает, до семи ли раз? Это так много! Семь раз прощать! Он одно и то же делает каждый день! До семи ли раз мне его прощать? Его же легче уже изгнать, чем прощать! Но Иисус ему отвечает, Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти раз! Кто переведет мне эту цифру? Нет, брат, это больше, чем пятьдесят! Понимаете, в день, в день, в день прощать столько раз брату своему, говорит Христос Петру, в недоумении слушающему его. Посему Царство Небесное, подобное царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов, деньги сумасшедшие, не стану вас сегодня даже расстраивать, сколько это, это десятки килограмм золота. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, жену его и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланяясь, ему говорит, государь, потерпи на мне, я все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, вышел, выйдя, вышел, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, ну, это зарплата такая за сто дней, и схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе, но тот не захотел. А пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя в происшедшее, очень огорчились, и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот, я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя, и, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Вы представляете, вы не смогли мне сказать, что вы неделю не грешили, а сколько дней прожитых тобою в жизни, и каждый из этих дней ты совершал какой-то грех, проступок. Тридцата тысяч лет мне нужно было бы отсидеть в тюрьмах за свои грехи, и смерть неоднократно испытать на себе, потому что наказание за грех смерть. Но я умолил Бога, как и ты, сказав ему, прости меня, Господь мой, ибо я согрешил пред тобою, прости меня. И Бог простил нас. Все те тысячи, тысячи, миллионы грехов, совершенные нами за нашу жизнь, Бог простил нам и сказал, ты сын мой, ты дочь моя, я люблю тебя, я прощаю тебя, я просто счастлив тому, что ты попросил у меня прощения, и я счастлив простить тебя. А ты из-за вбитого неправильного колышка на твоем участке ругаешься со своим соседом уже 10 лет. Ты ненавидишь свою родную сестру за то, что во время дележа имения родительского она получила на два горшка больше? Ты готов уничтожить своих друзей, знакомых, родственников, ты желаешь им в сердце своем всяческое зло только за то, что они что-то 20 лет назад сказали тебе неправильно? Как ты будешь смотреть в глаза Иисусу Христу? Мы с вами имеем прекрасную молитву, которая называется «Отче наш», в которой Господь наш и Спаситель Иисус учит нас молиться и обращаться к Богу. Там мы все говорим «И прости нам грехи наши», как и мы прощаем согрешающим против нас. Но так же мы молимся в молитве «Отче наш». Другими словами мы говорим Богу «Не прощай меня», потому что я не прощаю своего соседа, свою мать, своего отца, своих родных детей и так дальше. Не прощай меня, потому что я не хочу их прощать. Они недостойны. Мы говорим это сами Богу. И когда мы читаем с вами эту молитву «Отче наш», то следующими словами, сказанными Христом, после этой молитвы слова такие «Ибо если вы не будете прощать загрешений людям против вас, то и Отец ваш Небесный не простит вам». Обиды затмевают нам разум, они затмевают нам глаза, они делают нас жертвою вместо того, чтобы сделать нас виновными. Они обольщают нас. Это капкан сатанинский, в который мы попадаемся, в котором мы живем, мучаемся и мучаем других людей. Эта проблема мешает нам покаяться перед Богом, потому что мы считаем себя виноватыми, не виноватыми, а жертвами. Нам покаяться за это надо, чтобы открылись глаза наши и дальнейшее освобождение пришло в жизнь нашу. Что приносят обиды? Только раздоры, разделы, ненависть, вражду и войны. Не проще ли и не лучше ли от них нам отказаться? Каждый из нас подобен первому рабу. Бог нас простил и много простил. Три урока для тех, кто не прощает. Первый непрощение зло. Злой говорит раб. Бог говорит этому человеку ты злой раб. Если ты не хочешь простить, сам Бог тебе говорит ты злой раб. Второе наше непрощение вызывает гнев Божий. Бог начинает злиться, не злиться, а гневаться на нас, потому что злиться не подходит для Бога. Гневаться, потому что Он говорит тебе прости, а ты не хочу. Он говорит тебе снова прости, ты говоришь не хочу. Это вызовет гнев. И третье, Бог отдаст тебя в руки истязателей, пока не отдашь своего долга до конца. Ты его не отдашь. Ты не сможешь это сделать. Сравни на чашах весов кто больше кому простил, Бог тебе или ты своему соседу. И прими решение. Второй грех, который не дает человеку возможности по-настоящему покаяться, грех упущения или бездействия. В Иакова в 4 главе 17 стихе написано и так кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Представляете? Я же это не сам придумал, это в Библии написано. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Мне очень нравится учитель Библии Дерек Принц. И однажды слушая его проповедь, учения, я услышал, а он в Африке долгое время служил, подготавливал африканских пастырей. И он спрашивает у будущих пастырей Африки, скажите, пожалуйста, вот базар, вот голодный человек, которых в Африке очень много, украл кусок хлеба с прилавка и убегая, его все-таки поймали. Скажите, он согрешил, что украл хлеба? Ведь он хотел кушать. Он его бежал отнести своим детям, которые тоже хотели кушать. Ну, поймали его. Скажите, это грех? Пастыря говорят, да, грех, воровство. Но вроде бы мотивация эта хорошая, правда? Исты хотел и детям своим дать, но грех. И тогда он приводит второй пример. В Африке пастыря очень любят носить красивые костюмы. Я вообще не представляю, 60 градусов на солнце, а пастыр африканский в костюме и пастыр. Ну, в общем, для них костюм это, как для нас, наверное, хороший дом или машина. И он говорит, представьте себе картину, вот пастыр в новом костюме идет на служение в церковь, через мост, проложенный через реку, по мосту через реку. После дождей паводок несет бурлящую, грязную воду, и тут пастыр замечает, что поток несет ребенка, живого и кричащего, молящего о помощи, чтобы не вымазать свой костюм, не испортить его навсегда, пастыр сделал вид, что не заметил, хотя мог бы его спасти и прошел мимо. Скажите, это грех? А что он сделал? Что греховного он сделал? Ведь он не согрешил, а Бог говорит, согрешил. И вы это прекрасно понимаете, потому что вы сами подтверждаете, если знаешь и можешь делать добро и не делаешь, грех. Вот таким простым примером Дерек Принц рассказал африканским пастырям, что значит бездействие. Когда мы с вами видим творящееся вокруг нас зло и бездействуем, то нам кажется и грешить-то нам как бы и каяться не в чем. Проблема. Проблема. И третий, на мой взгляд, очень актуальная такая вот грех, который затмевает нам глаза. Третий грех, который закрывает нам глаза. Третий грех. Я же вам написал, братцы. Ясно. Самоправедность. Или не написал. Может, я виноват. Видите, самоправедность, да? Я считаю, что написал, а может и не написал. И тут я засомневался. Самоправедность. Евангелие от Луки, 18 глава, 9-й, 14-й стихи. Сказал же также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и унижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться сам себе так. Боже, благодарю тебя, шуя не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Ну, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным дом в свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Какая физика библейская, божественная. Дорога вверх начинается через падение вниз. Для того, чтобы Бог тебя поднял, тебе нужно самого себя опустить. Самоправедность затмевает нам глаза. Вы когда-нибудь слышали, как вам сказали, ну, я же тебе говорил, я аж тебя предупреждал. Или ты, может, сам себе говоришь, ну, так ему и надо. Когда у меня угнали машину, я вам уже, наверное, говорил это не раз, ох, если бы вы знали, сколько я услышал версий, за что у меня угнали машину. Вот, вот, честно, вот книжку пиши. Все все знают, для чего и почему и за что у меня угнали машину. Но у Бога-то не спросили. Кто дал право тебе судить других людей? Кто дал право тебе становиться на ступени, а то и на 10 ступеней выше этих людей? Кто дал тебе право? Самоправедность серьезнейшая проблема, которая затмевает глаза и разум человеческий для того, чтобы покаяться по-настоящему. Ведь тебе самому есть чем каяться. Иисус говорит, если ты видишь, пытаешься достать соринку из глаза брата твоего додвинь, ты бревно уже, которое мешает тебе. Ты даже роту уже закрыть не можешь, потому что это бревно не дает тебе стиснуть зубы. Ты промолчать не можешь. Самоправедность серьезнейшая проблема. Четвертый пункт истинное покаяние. И теперь мы дошли до самого главного. Справженное покаяние. Я хочу вам привести пример, изумительнейший пример настоящего покаяния. Библейский пример. Вы его все знаете. Притча о блудном сыне. Пример прекраснейший. Лука, 15 глава, с 11 по 24 стихи. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. И вышел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Представляете, для еврея работа пасти свиней. Ох, сколько наемников у отца моего избыточствует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся и начали веселиться. Истинное покаяние, как я говорил, всегда будет состоять из двух частей. Вот начиная первое, это принятое тобою решение, второе, это действие. Что здесь написано в этой притче, которую сказал Иисус? Здесь написано придя же в себя, когда сын этот понял, что он в серьезной проблеме, придя же в себя написано, одумался, осознал, неправильно живу, пропадаю, пропаду я в этой далекой чужбине с этими свиньями вместе, возле этого свинячего корыта, пропадаю. Мне нужно спасение, мне нужно изменение моей жизни. И стал в уме своем, в разуме своем, в сердце своем отцу писать это письмо. приду и скажу, отче, недостоин я называться сыном твоим, ибо я согрешил и пред небом и пред тобою. Прости меня, отец, возьми меня хоть в работники. Решение, пока что мы видим только решение, его желание и решение, но нету еще действий. Сколько раз, и мы уже говорили об этом сегодня, сколько раз мы видели в своих жизнях проблему и принимали решение измениться, изменить эту проблему, разрушить что-то, стать другим, но так и оставалось это письмо неотправленным, написанным в разуме, но неотправленным. Но есть и вторая часть в этой притче, написана в 20 стихе «Встал и пошел к отцу своему». Он мог возле этого корыта так и продолжать писать эти письма в разуме своем, но написано «Встал и пошел». Решение, действие. И когда он пришел к своему отцу, он получил то, чего не ожидал. Притча о блудном сыне – это притча, сказанная Христом, как образец, как показатель того, кто мы и наш Отец Небесный. Как мы, опущены грехом до свинячего корыта, и как Отец наш, Бог всемогущий, ждет нашего возвращения. Еще прежде, нежели рот ты открыл, нежели ты собрался сказать «Прости меня, мой Бог», Бог тебя уже обнимает и говорит «Ты мой». Я ждал тебя сотню лет уже почти, тебе 80, я тебя 80 и жду, что ты ко мне вернешься, что ты придешь ко мне, что ты попросишь у меня это прощение. Ты грешил, и я все это видел, я знал каждый день твоей жизни, я видел тебя лежащим возле этого корыта, в грязи, разорванного, в одерозорванных одеждах, я видел тебя, но я хотел, чтобы ты пришел ко мне, и ты это сделал. Будем веселиться, будем радоваться, я одену тебя в новые царские одежды, я дам на твою руку перстень, символ и знак власти, в этом мире ты будешь другим, говорит тебе Бог, хватит тебе быть порабощенным грехом, возвращайся ко мне, говорит Господь, у меня есть все, сила, власть, я всемогущий, имя мое сущий, я твой целитель, я обеспечитель, я твой пастырь, я твой друг, я твой спаситель, вернись ко мне, говорит Господь, хватит тебе пасти этих свиней, ты будешь скоро хрюкать, как и они. Да, сестра, правильно, и музыка нам не помешает даже. все началось с того, что сын этот сказал, дай мне следующую мне часть, дай мне то, что я хочу, не учите меня жить, а помогите просто материально, дай мне. это привело его к проблемам, к бунту против отца. Это серьезнейшая проблема разделения сына и отца, только из-за того, что сын захотел получить то, что он захотел, не зная, что это приведет его к серьезным проблемам. Но отец смотрел на это. Зная все наперед, отец смотрел и не препятствовал, потому что ты имеешь право выбора. Бог сотворил тебя таким, он дал тебе право выбора, ты будешь выбирать. Ты не сможешь ему потом сказать, я не хотел, я не знал. Он тебе скажет, так мягко и так твердо, нет, сынок, это ты выбирал, это ты захотел. Я говорил тебе, не прикасайся к наркотикам, это ты захотел. Я говорил тебе, не смотри на женщину, это ты захотел. Я говорил тебе, не воруй, не надо, зарабатывай сам. Но ты захотел быстро. Это ты захотел. Я тебя люблю, но ты не захотел ко мне вернуться, чтобы я простил тебя и изменил твою жизнь. и вторая часть этой истории пришед в себя написана. Сегодня ты на этом собрании не просто так. Ты сюда пришел, потому что Дух Святой дает тебе возможность спастись. И ты пришед в себя, решил прийти на собрание. Ты, может быть, не до конца даже понимал, зачем. Я не говорю сейчас о верующих людях, которые день за днем каждое воскресенье сюда приходят. Я говорю сегодня о тех, кто, может быть, впервые пришед в себя. Но это слово касается и тех, кто долго ходит в церковь. Может быть, ты сегодня придешь в себя и пойдешь к своему спасению. У этой притчи есть и вторая часть. Отец не стал опрекать своего гулящего сына, не стал упрекать грешника. И Бог никогда не упрекал грешника и не будет этого делать после его покаяния. Бог не скажет тебе, а ведь я тебя предупреждал. Я тебе говорил. Эти проблемы из-за того, что ты не захотел меня послушать. Бог так не говорит. Он призывает всех покаяться, всех и по всей земле. Но у этой притчи есть вторая часть. Старший же сын его, быв на поле и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел. И отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровы. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот, сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной. И все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Этот старший брат, я в нем вижу типичных религиозников, которыми так полны собрания, которые считают себя настолько близкими к Богу, что готовы ставить клеймо на любого человека, определяя, достоин или не достоин. Этот брат показатель трех проблем, трех причин, которые затмевают человеку глаза для того, чтобы покаяться. Первая из них обида. Выраженная ярчайшим образом обида сына на своего отца. Ты никогда мне ничего не давал. Вы что думаете, это вырвалось у него? Да. Потому что брат его пришел. Да, это жило в нем. Он всегда, всегда бубанил себе и своим друзьям, что мой дед, мой батька никогда мне ничего не дает. Только работай, работай, работай. А мне? А когда? А за что? У него это жило. Обида на отца. Вы что думаете, он не знал, где его брат? Знал. Потому что он ясно сразу же сказал, что брат этот сын твой, который прогулял все деньги с блудницами, он знал, чем занимался его брат. И ни разу не пошел к нему и не попытался его вернуть в дом отца. ни разу не сказал ему, брат, одумайся или погибнешь, покайся или погибнешь. Ни разу. Потому что грех бездействия, нежелание кому-то помочь, даже брату своему. И третье, третье, что бросается в глаза нам, самоправедность. Я всю жизнь служил тебе. Я такой хороший. Я такой правильный. А ты благословил его, который только пришел в церковь. А ты простил его, который убивал. А ты простил и так дальше. Самоправедность. В этом брате собрание трех грехов и он не смог покаяться. Библия нам не говорит, что будет с ним дальше. Но он ясно выступил против отца, против Бога. Бунт. Братья и сестры, уверовавшие, взгляните в свое сердце. С каким сердцем ты встречаешь людей, выходящих сюда на покаяние. Ибо такому надо радоваться, что брат или сестра твои почти умерли, но сегодня их Бог воскресил. Потерялись, но нашлись. я хочу призвать вас сегодня к покаянию. Ибо все мы согрешили и все мы лишены славы Божьей. Но хочу сделать особенный заклык, призыв к тем, кто никогда еще не каялся, к тем, кто отошел, ушел от Бога, те, кто ходит только номинально уже в церковь. Я хочу призвать вас. Отец стоит и ждет вас. Он ждет и смотрит, ну, когда же ты уже вернешься? Если не покаетесь все, так, погибнете, говорит Господь. Но нету моей воли на то, чтобы ты погиб, говорит Владыка. Я желаю, чтобы ты жил. Одумайся, приди уже в себя, развернись лицом к Богу и беги к Нему. Ждет Он тебя. Ждет Он тебя, потому что любит тебя, потому что умер за тебя, потому что Он твой отец. Имя Его Адонай, Эл-Шадай, Эл-Ахим. Он тот, кто готов за тебя отдать все. И Он это сделал, отдав за тебя Сына Свою. Сколько бы не было тебе лет, ты все так же нуждаешься в покаянии, в прощении. Давайте мы поднимемся на наши ноги.